К-К-К-Кампус К-К-К-К-К-К К-К-К-К-К 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 К-К-К-К-К-К К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-К-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Алек Петшак, а перед Хвиллом выслушали утвор под титулом Овертуре из фильма Уиплаж. Justin Harvitz Скомпоновал, Damian Chazelle Вырежиссеровал. Швейтный фильм, очень люблю Ровно этот санатрак. Но моим сегодняшним гостем Есть режиссер, сценариста Выкладовка, но Ровно заглядывая глубже до его Прешлости, пеноц один из Найлепших, найвыбитнейших Других режиссеров, асистентов режиссеров В Европе, Марек Бродзки. Витам сердец, не? Альку, по такой заповеди, то уже на правду Зарумениваем себя, как бы си че Państwo видели Не, то был, так, jestem червоный. Барду си цешэ, ма то быть прежде всего мило, Ма нам си добре розмавять, на ты ми прежде Прежде всего залиши. Хочешь питания Бендо и латве, и труднейшие Дисей на певно. Есть такий один глощный Филь, который Марек створил, czyli Первая екранизация «Видьмина», О которой тоже на певно порозмавяме, Но позволь, что начнешь от твоих Почетков в этом первом веществе, То есть того, что говорили уже Вшещеще, а сейчас еще развинем, Бо Марек współpracовал и с Кристофем Занустим, Андреем Вайдом, Романом Полањским, Волкером Шлондорфем, выбитным немецким Режиссером, чи за Стивеном Спилбергем в лище Шиндлера. Чего через самого Спилберга Уваженый за его один из Найважнейших фильмов, если Си не миле. На чем Полегала твоя прака у этих Всех Арцимистцов Кина? И чему так все хвалили и полетали Далей? То, что меня хвалили, То очень очень миле, Но, кажется, что каждый, кто Мел бы шансу працать При этих фильмах, Те же певне Бардо бы себя старал Выконаивать свою прачу Як-най-ле-пи. А что зашлило над тем, Что быть может, Какая цеха твоя, Что, верь, что Мышляешь, что былёшь добры, Жище... Значе, Алку, То было так, Что я Одразу, когда Зачаłem Праковать в фильме, Запропоновано мне Посаду ассестента Режисера. И натыхиаст Выкорзстаłem Те шансы, Бо, како велки Милосник кина, Человек, который сам Уж фильмы робил, Какие-е-самatorsкие И так далее, Бытие на плане Задъемцовом И можливость Учестнictва В повставании Тего чуду, Каким есть фильм, Ну, то была для меня Огромна шанса И велка радость. А ты студиоваешь? Ващие Цау историю. Оповем Ci историю, Какая-то студиова. Это было очень интересно. Long story short. Long story short story. Я студиоваем Zupełnie кое-не-го. Займываем се маларствем И былем Те, как бы, Звык стауста. Нестъем научищелем. Аж тут нагле, И уж на ostatнем Року студиев, По-за малунками, Робиенем zdjęть, Зачаћем тес, Зачаће овіле Вцењненье, Робиќе, 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 В Америке это называется First AD, First Assistant Director. На чем эта робота полега? О что происходит? Повем тебе, Aleк, в нашей warsзавской школе фильмовой, в которой обидвай я учу, а ты там былешь, то есть один целый особенный выклад. О, три годины можно о том говорить. Я постараюсь в скруче. Если мы камеры, все, что происходит перед камерой, то есть так называемая инсценизация. То есть все, что происходит, что происходит, что происходит, что происходит, кино, то рух. То есть все, что происходит, то есть именно инсценизация. Най важнейшими środками инсценизацийными с акторами, конечно, этим занимает режиссер. Но целая эта решта, целый этот background, все статисты, возы, кони, самолоты, что только хочешь, то уже есть прация этого First AD. Но и квиотек на первом плане, который может спасть. Кто-то это может быть. И уха. То есть, так. First AD, по-за тем, есть координатorem вселких активностей подчас реализации zdjęти на плане. И плану. То он говорит, «Увага, чисша, будем делать zdjęcie». Часами есть это тоже kierownik плану, но правдивый, американский First AD то есть тот человек, который говорит «ролл sound», или там «камера» и говорит «action». Конечно, тем, кто говорит «stop», то только и улучшно может быть режиссер. Но еще, чтобы уже скончить, чем же занимает этот First AD. First AD также перед фильмом планует всю эту сцену. Дяки своей выраженности, выраженности, wiedды планует, ile будет воду, в каких сценах, замавля и вымысля всю эту сцену. Потому что не всегда может быть в сцене описано. То есть он то вымысля, потом проводит до того, чтобы это все было, потому что он справится, конечно, он справится. Он работает прережная вещь, но могу о том долго говорить. А ты понимаешь, что работаешь с разными режиссерами? Были тоже таци, которые, например, были все вымыслены, а ты просто musелешь это сделать, а были тоже таци, которые занимались только актерами, а ты musелешь вымыслять за них целую расшту? Так, было так. Потому что, видишь, фантастичное это, что каждый фильм есть инъем. Каждый режиссер каждый режиссер есть инъем. Это штука, которая заскакует в способ абсолютно неочекивание фантастичный, а часто есть немного горшок. И каждый из этих великих, с которыми працоваваешь, вымагал от тебя чего-либо. Так. Чего вымагал от тебя Steven Spielberg? Прежде всего Синдлера. Видишь, Steven Spielberg это американская школа, так, это просто Hollywood, где все все очень очень претензийно за планировано. Там фэрс-эй-ди американский был Sergio Мимитса, с продюсентом Бранко Лустигем, с самым Steven Spielbergем, но на плане zdjęцином, потому что фильм седжал в Польше, то уже рождилем я. Потому что была полска экипа. Потому что была полска экипа, была полска и американская. Так, так, так. Я имел 2 радиостации при себе целый час, понимаешь? В одном уху полага, в другом уху мягам америка. И как бы я был этим таким приказникем в pewnем смысле. И в написании я выступаю как полский First AD, но фактически этим планом доводием. Мiałem тоже асистентов своих. И был Крисиус Беранек, и был Маций Щвежаский. Но ты этим полским планом доводили. Но я этим целым рождием. Но ведь там trzeba было выконать то, что было заложено очень быстро в этом американском плане. В смысле, что мы можем сделать. Немнее, как приходится на план, ты 3 тысячи или 2 тысячи не знаю, то надо сейчас начать кратеринно вымыслить ситуацию. И все 1 до 1 преноси потом на план дослownе. И поверьте, что есть такая книжка, которую полецам моим студентам, не с пружности, только потому, что это очень очень хорошо. Это книжка Сиднея Ламетта «Праца при фильме». Знаем очень хорошо, увеломи. И там, не знаю, или не на 80-й строне Сиднея Ламет, великий Сиднея Ламет напишал, что способ, в каком вырежиссировали статисты в листе Шиндлера заважил на sukcesе этого фильма. «Hello!» «Та-та-та-та-та-та» «Зврёдь уваги». «Не zwróciłem уваги, что так не подумали, как читали эту книжку. «Braво!» «Там были gigantyczные scenы, что девчинка». «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». «Трима ją за rękę Магда Шварда», которая там обсадзала, чтобы себя «Мама не бала» «И так приходи подчас tej wielkiej сцену ликвидации Гетта, которая является моим думом. Потому что это была большая сценария, братья. Это все делало. В каждом случае, это было очень большое переживание. И поверьте, что когда потом была премьера в Польше и приехал Steven Spielberg в Польше, до Кракова, потому что была премьера Вести Шиндлера, было мне необычное мило, потому что я думал, что я с ним не встречал. А он специально меня шукает там. И знали, что мне в конце только по тому, чтобы мне подчерковать и чтобы выразить, что сделали за ромбистый фильм. Это было очень мило. Ну то велкий, великий шacun. Я в общем, я могу себе еще раз посмотреть и под тем кантом на это посмотреть. И слышал, что ты тоже можешь работать при «Титанике». Так. И в минуту работала при этом «Титанике». Так? Так. Конечно. Оповерен о том моим студентам, что я работала при «Титанике» и оповерен мне это в контексте, что улучшить фильм «Титаник» вместе с фильмом «Каминя на шанец» Роберта Глийского. Так. Потому что есть связь. Конечно, я это улучшаю. Так. Так. Но я улучшу это в этот способ, что так, фильм «Титаник» мя был быть роблен в Польше. Были планы, чтобы отплывание «Титаника» мя было быть роблено в Гдани. Что это делать? Причем Грязь, который был сценаристом сценографом, а сегодня очень важным сценографом, который был важным сценографом. З Грязь, мы занимались этим и он, как сценограф, и я, как первый 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 AD. И Грязь был даже в Ридзе, где находился статок вместе с теми Амерыканами, которые тут приехали, который потом играл в «Титанику». Так был из Рыги. Тебе бадавча росейский, где там баты скафы и так далее. То еще раз, поставьте пусть и зараз до этого вернам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и планируем эту мутку. Я имею в виду камеру, Super VHS-а, помню, я сейчас. И эту камеру я могу накреть, эту линию бреговую. Толемил от брега, толемил от брега. Ну и выполняю те все эти работы, но в связи с тем, что я так спят, слушай, Aleк, чтобы это все вышло как лучше, то замоковала, засштабовала на гурном деку эту камеру на статеве и сделала такие 360 градусов. И за каждым разом повторяем 360 градусов, а сам кукнуем, чтобы мне себя там не... И, конечно, сделали все это все. И еще, как уже сходили мы с этого, то еще за каждый раз взял камеру еще до руки, фотографировал наших коллегов и там, что видно. Враками до Warszawy, пенджимы на лотниско, рембяхово, самолот, прилатываем. Са уже Американцы, пошли на обиад. Поэтому мне говорят, вынимай эту камеру, будут тут смотреть. Все эти дарвованы, я вкладываю эту камеру до оттворача, посмотрю на то, смотрю на то, и слушай, оттойва мне кровь, по-просто, целая, бледная, muszę усилить, преврacam себя. Вяжешь, что еще стоило, старый? И как робием те 360 стопени, паналами и куцаем, то прежде всего не смотряем в окол камеры, потому что не сшедуем за тем. А прежде всего запомнил, как палант, что я на море, и там ко мне шефала, в связи с тем, что есть в кадре? Вода, 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 небо, небо, небо. Вода, вода, небо, небо, небо. Боудка си колесала и жадне с тех уйен не надое до показания Американам от Титаника. Я тебя поздравляю. Мышля себе, понимаешь, з рэнки балансируем на ногах за каждым разом, więc натыхмиast выjąłem только те уйенча, как бы выкасовываем то. Они входят до помещения, hello, hello, how are you, то покажем. Показываю им то. Very interesting. В общем, все были mega задоволени, добра робота. Старый, мало не умарłem. Так себя это скончило. Oczywiście, ситуация, это была такая, это была правдива ситуация, не досшло до реализации этого фильма с размаительных причин. Pewnie каких-то продукционных, но тоже и Баутик за зимный, Баутик збыть ментный и так далее, и так далее. Только они mieli робить эту секвенцию, те секвенции współчесные, а не те секвенции титаниковые, но тоже отплывание самого Титаника miaло быть сделано в Гдynи, потому что там это было. Но потом мяло еще какой-то связи с этим фильмом, потом в тракте продукции? только что по-просто научиłem себя там пару вещей, потому что они мили, выобраз себе, збудованного Титаника, такой модель, такой, менее-менее, как стон до тебе. Три метра. За три метра. Может, даже был więksший, понимаешь? И они себе zrobили макетэ целого, как бы, праве всех сцен этого затонения. Мели мауэ камерки и сделали что-то такое, что ходили по тем покладе оттворенным очень хорошо, с теми милыми камерами, ставили лудзики, понимаешь? Как бы сделали себе, объезжали себе фильм, сделали себе макетэ целого фильма. Пробу себе сделали. Пробу, такой animатик. И это мне шалене заинспировало. И лета позднее сделаем что-то очень подобное, когда приготовила акцию под арсенаум, сцену стреланин именно в фильме Роберта Глицкого. А как это выглядит, что ты режиссерская в нескольких фильмах? Это вопрос умовы. В фильме, который работал с Панем Андреем Вайдом, в последних повидоках, это была более współprака. Вспółprаковались с Панем Андреем. Не былешь на плане? Не диктываешь? Была без прермы на плане как режиссер, но тоже был кто-то огарнял так как Ферс Эйди, в смысле такой жоунир на плане. Но я былем более правой рэнкой Андрея Вайды и некоторые сцены очень активно помогали в реализации, потому что Андрей Вайда в поводу физичности уже не был не мог подбезть до актора, который 300 метров далек. Прошу внимание, не хочу, чтобы забрзмяло, что, о, режиссер с Андреем Вайдом. Нет, это была współpraca режиссерская, помогали так на как такой допушченный через главного режиссера, его блиски współpracownik до pewnых артистичных вещей. Подповедания до каких-то мы, режиссеры, потребуем зderzenia с другой мудрой головой, которая подповедает нам слушай, а может мы это инакцией, а может это, а может там, как режиссер говорит, не, воля по своему, потому что он говорит, а иногда что, 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 не думаешь, не подумал, а спробуй. Андрей Вайда был таким режиссером, который был очень интересный такой разговор, и помысл, которые приходили от других людей. Мяло еще какие-то такие велкие световые пропозиции? Потом опrócz Титаника, Листи Шиндлера, которые например тебе проехали обок носа? Вiesz есть kwestия выбраны добрых энергий, понимаешь, Aleк? Подобной группы krви. Дише догадаешь coś. Там в этом фильме, я был скромным асистентом Polish First CD, он был Швайцар, потом была Вłosка, которая еще pracовала с Антони о нем, потом был еще другой режиссер и они все не вытрибывали с Фолкаром. А что, Олег? Или он их вырюкал, или сами rezyгновали. И на бою осталось я, а мы мы шьетно догадывали. До того степня, что как скончил окрас zdjęцовый этого фильму в Polsce, Фолкар мне запропоновал, или попросил, чтобы я ехал с ним до Бабельсбергу, до Берлина, чтобы мы закончили этот фильм раз. И так с ним произошло. И с этим братья вяжут файне истории, которые бы я мог душе оповедать. Как нас хотел зажрать лев в хали праша берининская писала о богатерском Полаку, который з мечем брониł екипы. А в największym геоским клубе в Берлине была специальна фета на мою честь з того поводу. Але то есть инна история. muszę ci powiedzieć, что с этим Фолкарем та співпраца потом сделали фильм Bohaterка сточни, а потом поехали до Казахстану вдвух делать фильм kompletnie одъеханный, его Blaszany Бэмбенек, выбитный фильм, Oscara. Завлажаны бэмбенек dostaло Oscara. Вспанияли фильм. Слухай, а еще интересует współpraca с Робинем Williamseм. При Jakубе Кламце? Так, при Jakубе Кламце. Слухай, это не только Робин там был, потому что там был и Лев Шрибер, и Боб Бауабан, и в вообще фантастычные акторы. Выбитни. Аккурат, если mówим о таких акторах, как Робин Williams, Малкович, Лиам Нисан, или Бенкинс, все эти велкие холлиудские гвязды сэм премиуми, слодкими людьми. Выjąтким есть Steven Сигал, но не буду опоровать. Я тоже сделаю таких фильм. Слышаем, что это не злый дупень. Не буду так. Моги но это фантастичный скрип, которую pracовала в том самом фильме, что я со Стивеном Сигалом сказала Steven, you know, you are an asshole. You are an asshole. То в каждом разе, если о Робина Williamsа, премиły, прецудовый, cieплый человек, ciężко bardzo pracujący и нигде пренегд ани он, ани все эти гвязды, которые видим в этих америках холлиудских фильмах, нигде не отчула с их стороны чего-то иного по-за великой симпатией и тоже пасе до ровения фильмов. Вежал Лего Сау люди, которые имеют пасе до ровения фильмов. Им Два утворы kolejные. Заскочуешь меня. Ариалс System of a Down, а потом Ихо с Фрагменты, но это 24-минутовая большая балада Pink Флойдов. Цау не пушча. Пуноч флойтвор. Ариалс тоже с этого поводу. То есть такой флойтвор, который еще как был пачком в ликеум и слушал этих Pink Флойдов, это шалене урухомило мою выражение. Зачем когда маловал образы, то намаловал это когда-то это мопроста. Эхо с inspirацией. Могли о том сказать, что там сейчас все О об погадали, тоже на pewno, Субтитры сделал DimaTorzok 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 а потом так выходит, что не до конца так, как хотелось. Ну, трудно удалось, что ничего не стало. Моим большим блендом было, что сам не написал сценарий, но не был готов. Кто-то не написал сценарий, может быть, но это было моё детство. Я 8 лет ходил за тем, чтобы сфильмовать Ведимина, этого богата. Уважаем, что он абсолютно ревелационный, единственный. И это в конце удалось, но тут только начали шты. Выбирай себе 168 дней zdjęти. 168 дней. В ciąгой walkе. И ты делаешь одновременно 13 odcинков и фильм до кина. Все это на тишме. И потом было то, что было. Но мы, как режиссеры, люди, которые делают фильмы, и тоже это повторяю студентам, мы должны быть наставить на то, что не будет всем всем подоимать от рождения. Что мы будем иметь, кто-то с фильмом, захвыценят. Ты верь, брат, что я весь час достаю из света, и ты делаешь листы от людей, которые где-то там находят меня, или на фейсе, или где-то писали, что они фанами этого сериала. Тего сериала. Где он есть дигитализированный, потому что они бы хотели... Так, но в саду на фильмы, и оплату фалий и критики, есть масса людей, которые тоже говорят, что вы от этого хотите? Мне это понравилось. И так далее, и так далее. Мы не были, может быть, готовы еще на этот родной эффект. И такой потяжный кино. Как я видел «Владцы перстили», то я вообще почти поплакал, потому что это было то, что я так хотелось сделать. В общем, о то я хотелось запытать, потому что много раз слышали что-то, что как 60-70% изображений режиссера того, что у вас в голове принесет себя финално на экран, то это успех. Это действительно хорошо. Ружно там можно, каждый у вас свои проценты, скажем. Иль ты из того, что у вас в голове, в выражении, по праке с теми тоже великими режиссерами принесло себя финално на экран? Алек, не помню тебе этого, потому что, если начнёте это мерить, то где-то всегда пополнен в бон и кто-то почувствует себя до конца. Да, я понял. Потому что тылу fantastyчных людей працюло при этом фильме, далало naprawdę świetную энергию. Причём музыка Грегорзя Чековского. Грегорз и в общем и акторры, и сама экипа. Было fantastycznie, поэтому хыл я голову перед ними и им еще по этих 20 летах очень много дякую. И говорю вам, не запоминам вам этого, кохани, потому что было wspaniaное. Придали то сердце. Конечно. Но все, что было на контре, о чем тоже не буду говорить, было, минало и... Бежалек, не тумачимы себя. Ясно, что так. Есть фильм. Но это самое главное, потому что я знаю, будучи режиссером, какие трудности, какие яя милые на этом плане, волчатся каждый миллиметр, каждый сантиметр, а просто у меняешься все против кого-то. Выбирайся себе, Олку, что есть день zdjęцией, стоишь перед камерой, а за твоими плецами стой сценариста, который является значительно продуктом, который может тебя вывалить из этого плану, если не сделаешь этого, то я его себе вымыслю. А неконечно его идеи, или помыслы могут быть добрые. Ну, ты так деликатно себя тут выражаешь. Ну, а скажи, с чего ты так направляешься задоволен? Не, Алек, все остается на плюс. Все остается на плюс. Повстал фильм. Было там тоже мое мое преимущество в этом. И за то себя хваляю. И не jestem какой-то специально кутливый. Расше jestem человеком угодовым. Всех кохам и так далее. И, конечно, пришел такой момент, когда была смотована первая версия этого фильма, где не допускали меня без мала до монтажовки. Выбирайся. Бои продуценци, что они творят фильм киновый, который был не до oglądания. Потому что там были дописаны сцены, которые были в угол за Сапковским и так далее. И это была клэнска. И как я это zobaczyли, то по-просто знову думали, что я себя забиваю. И это было, памятам, тогда, когда я был на плане у Романа Полеевского, помогал мне делать... При пьянисте. Пьянистэ. Там попрошено меня, чтобы я вырежиссировал там те душе сцены. И я подумал, что не могу этого так оставить. Я просто muszę выразительно себя спреciвить. Поставить там и сказать, не согласен, не. Зробиłem coś такого, что смотовала на папе, что уложила zupełnie новую версию фильму. Значе смотовала это из материалов сериалов, которые я знаю, что я знаю. Я знаю, что там я знаю. И запропонувала Льву Рыбинович, который был продуктом этого фильма. Я говорю, паня Льве, здесь есть решение. Бо иначе это полегнем. Забида нас за это. По-просто не может так быть. Процент, сценариста, который gdzieś меня отсувал от этого всего, было понятно, что я буду этой очень сильной особой противоставить. И досшло до этого. Я говорю, что не. Он сказал, что это ханебное. В общем, не. Я говорю, что я сделаю все, что могла. Я говорю, что я сделаю. Памят, я тогда поехал до Кракова какого-то самолетом, что-то мне было сделать. В околе Сломник звони до меня Льв Рыбин. Я говорю, что Малек, неча пан вера и премотирую это так, как пан хочет. Псссссс. И приноиме уратовалость. И взмотовала, сделала фильм кино, достоин этот к piel, по тем, что его так уложили. Могу себя згодить, что он за дуги, недосконали, что он в нем за мало полетра, потому что я конечко хотел бы сказать историю, которая была ложечна. В связи с тем, те прекрасные виды, как бы то поветрие, верь, о чем-то говорится, все было бы повыцинено и было этого мало. Но я думаю, что запропонировал видам и милощникам Сапковского фильм, который, мимо этой критики, которую шануешь, абсолютно, но есть «Ведьмином» подобным для того, о котором я думал. Не говорю только о серии, потому что это абсолютно что-то. Мимо всего, ты режиссером, не сходишь из этого статка, не вытыкаться пальцами людей, которые тебе прошли, и так далее, и так далее. И, как бы, бежишь это на клатку, мимо того, что то, как бы, ну, то сетка вещей не было твоим вином. А, но это уже не лечит. Застают по нас вещи, которые сделаем. Застают по нас фильмы. Сердухо, которое даем. Люди się zmеняют, zmеняют się поколения. Сейчас мы вспомнилого Netflix-ового «Ведьмином», который есть и «Инный». Тогда запрашивают меня на «Конwent Фантастик». Здесь оказывает, что муи Гераалт Żebrowski выпрединил, в рейдert Кавилла. Ну честное, а в такой оцене... Ну, бо «Всеbrowski» — это был стрзаћ. Была стрзаћ, штука, штука, штука. Пятная роля, она заграна, и в общем и «Иннефер» — так сама, в рэссс Esseц. И тяло, вешло. Жаль стравиться по нас то, что сделалием. И не есть кое «Ведьмином» — это смотреться. для нас, для меня, приятнее, какой-то научной, так? И не powinny robić ничего неного и не воспоминять никаких кривот, только просто не выполнять этих самых блюдов. И ехать до przodu. Верь, Aleк, я тебе что-то скажу. Найвейшие фильмы с теми передо мной. Я тут еще неизвестно нас вывел, брат. Я еще хочу показать. А, еще. А, то слушай. Сейчас два утворы. Вспомненный Santana Прежде всего. Коррассон, Эспинадо. Знаете этот утвор на pewno? И потом один Ode мне, In Motion, Trent Reznor, Jatticus Rose с фильмом Social Network. Враками за chwilę. Ваше! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Люди, которые приходят до школы фильмовой, фильмовцы, не говорю режиссерцы, потому что это режиссеры, операции. Это люди, которые имеют какую-то выраженность. Мы помогаем им дошелтовать эту их выраженность. Помогаем им, чтобы они отналили свою дорогу, чтобы найти свои нарядия для выражения себя. Может быть, это будет слово для школы артистической. Я ничего не учусь. Я себя делаю своим doświadczeniem. Разумеешь, о том, что происходит. На этом полега это выражение. Но сейчас эти люди, которые имеют эту выраженность, то сейчас им помогут ее развивать, укерунковать, дать им наряжения, научить их, как ты говоришь, а для чего разница планов, а либо основная вещь, сама оповедь. Как оповидачь историю. Как оповидачь историю. Пречисляйте себе Аристоделеса. Так, dokładнее. Мы мы историалеры. Мы историалеры. Я всегда говорю о Аристоделесе, который, вспоминам, о чем, как это, Аристоделес? Так, поэтика. Там есть очень dokładно написано. Почеток, развинение и конец. И богатер, который у Аристоделеса перипетий, а у нас это первый пункт zwrотный, когда его życie сменяется в счастье, або в несчастье. Велика есть таких аналогий. Подстава есть, чтобы история мела почеток, развинение и конец. И мела выразить стего богатера, который ма проблем. И чтобы мы ему товажили в розвязание этого проблема. То есть такие, алек, простые, но не такие, простые. Это робота, в общем, есть простая, а есть сложнее. За каждым разом. Чи это есть фильм ручный, чьи то есть участие. Студенци показывают, ну, да, но кто тут есть богатером? О что тут ходит? Как есть конфликт? Какие есть конфликт? Какие свои эмоции? Какие есть конфликт? Какие цели богатера? Прешкоды? Дайте мне что-то. Богатер едет до Португалии и что? Ну, то едь, но, а что? Но и что? А может не ма касси, а может не ма паспорт, а может еще и так далее и начинаешь думать, не? Оповидаешь историю. Ну, вот-напросто этой выобразной, вражливости, вратительности и твоей прешности с образами, с малованием, с сштукой. Ты делаешь в последние многократные награданные фильмы с образов. О что ходи? Сказал, ты помысл, где-то можно объявить? Это несколько десятков фильмов. Так, есть две серии, в этой филии сделаны по 10 фильмов. И, ну, cóż, сэконом этих фильмов втверния фильмов фабуларных, документальных. И витворня на разе, с каких-то поводов, этого не показывает в телевизице, а может и лучше. Я хочу это увидеть. Это будет купить. Это будет купить. Это будет выдать в таких альбумах, на DVD. Это очень красиво. Но о чем-то с этими образами? Я просто, как маларь, и тоже всегда малующий, потому что какой-то час удается сделать какую-то выставу, я подумал, что как-то научитель с первого завода, что где-то там я имею в виду об обязанности в области ведущей. Как могу помочь сделать в такой способ, как бы на свой способ, используя свое doświadczenie, что я делаю фильмы. И вымыслили мне что-то такое. В XIX веке, на почтку XX и тоже и вкрестье, был такой обычай в домах, межчанских głównie, что люди себя умывали и отставили такие живые образы. Например, был образ Матейки, который что-то там выображал, какую-то ситуацию, нех то будет, не знаю, хрест полский. То люди себя перебирали в костюмы и замерали на хвиле. Это была такая товарищеская забава, которая одновременно позволяла людям узнать о том, что на этом образе, что патриотизм, что полска и так далее, и так далее. Потому что за часы Матейки, например, знамость истории собственного края была обувиазком patriотичным. Действительно с обувиазком школьным. И это тоже разманочь с этим есть, о том не будем аккорда тут говорить. В каждом разе я помыслился себе, что отвертаю немножко... А это был твой помысл, в общем, идея... Так, это был мой помысл. Он себя в общем появился при оказе того, что я хотел сделать фильм о Солинеуме врославском и вымысливаем, что фильм будет начать в этот способ, что оживе образ именно Рейтан «Упадек полский», который будет живой и наглядь там с этого образа выйдет директор о Солинеуме и так далее. Как бы та идея мне тогда зашвечила. Аж тут наглядь представием этот помысл, где-то там rozmавялись, а оказывало себя, что можно бы сделать, начать от Конституции 3 мая, сделать вот такой оживенный образ вг. моего помыслу. И от этого все начало. Бо моя идея есть такая, чтобы сделать краткий, фабularный фильм, фабularный с акторами, со всеми, которого ostatний кадр будет właśnie образом маларским. Чаиш? А, это очень интересно. Так, по-просто на концу на концу... И уставная клатка то ся уложишься... Остатная клатка замера и образ... Как до этого дошло? ...псеника в образ маларский. И это нам сделаем 10 образов Матейки. И до этого там еще был историк стуки, который о том оповидаем, выяснял. Но, старый, то есть нет. Как это вышло, то оказалось, что заромбистым. До этого повстал целый програм дидактычный для школы, чтобы фаховцы это были. Аж тут оказывает, что мы будем иметь 100-летие неоподлеглости. И директор Нидерхауз нежидающий говорит, паня Марку, ну, то сейчас сделаем 10 образов на 100-летие неоподлеглости. Я только затаруем ручки, потому что уже не вяжем Матейку, который достаточно кустичный, историозофичный, штыжный, только могла сам выбрать 10 образов, которые могла оживить в нечто в нечто ином способ. И разных маларей. И повста заромбиста серия 10-летие образов на 100-летие неоподлеглости. Ровно с тем самым идеей. Но себе выобразь, браке, что, например, образ Геремске, патрон повстањчий. Бардо полецам. Это такой файный образ, что там есть, что-то что-то здесь выдашло, никто не 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 . Геремский брал в повстании. Мусила немного доробить историю. О, то ваще что-то я вымыслям историю, которых не нет. Но история, которая в какой-то способ ответная для часов, которые оповедали, о истории полской о том повстании, или Листопадовой. Эмилия Платтер, фантастичная. Множество genialных богатерев, о которых оповедяем файне истории. Конечне это где-си пустое и люди можно купить в витвурне. увидеть и на певно до тебя одозвать. Но еще на конец вспомнилешь такие слова сегодня, что еще масши пару вещей до поведения. Застанавливайся мне, что это и чем нас еще заскочишь. Но не потому, что тебе не уфам, но когда оповедаем, слушай, я вам такой помысл о таких девушинах, которые и наглядно оказалось, что за хвиле кто-с Акция будет делать в Варшаве тоже в XIX веку. Не повем ничего веку, но тоже будет крвище, ржэнсище и файне. Писешь? Писешь, пишешь. Ты пишешь? Так, я пишу. З? Кимсь? Не, сам. Окей. не раз люби этого бэда. Ну добрый. Слушай, в таком разе желаю тебе, чтобы этот проект уйрза светло дженне и желаю тебе еще доброго humorу и здоровья. Спасибо, что впадаешь. Но я еще только на конец хотел бы сказать, Олку, что мне очень мило, что я в этом радио, потому что я слушаю радио Кампус. Мам запрограммированный в своем самохоте. И сейчас все слушают в самохоте и радио Кампус было там от завтра. Люблю музыку, тут есть надавана, люблю людей, которые без напинки о чем-то fajном говорят. Так что я фаном этого радио и повем тебе, что укушил раз, что ты меня запрошил а два, что это радио Кампус. Поздравляю всех на середине. Поздравляем что без напинки удалось нам порозговорить о том, как в этой бранже есть. И на конец пусть мы тоже утвор, который запропоноваешь, czyli зеспо Yes. Soon баллада рокова, пьяна, ностальгична. Дякую еще раз. Малый з нами Марк Бродский. До услышания. Cеще. Малый 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok